Первым европейцем, ступившим на берег бухты Атаго, стал Джеймс Кук. Его корабль бросил здесь якорь 25 февраля 1770 года. Сейчас на берегу этой бухты стоит город Донидин, второй по размеру город на южном острове Новой Зеландии. Новокузнецк, город в Кемеровской области. Эти города разделяют 13 850 километров. 20 лет назад житель Новокузнецка вряд ли мог представить себе, как добраться в Донидин, чем заняться в этом городе, где переночевать, а главное, с кем и о чем поговорить. Но Донидин – невероятно красивый город, с потрясающей архитектурой и очень душевными, доброжелательными жителями. Откуда мы все это знаем? Вот уже 11 лет забронировать жилье в любой точке мира из Новокузнецка или любого другого города так же просто, как согреть воду в электрическом чайнике. Почему? Создание сервиса Airbnb – это классическая история двух друзей из Сан-Франциско – Брайана Чески и Джо Геббио. У парней буквально не было денег на оплату жилья за следующий месяц. Но, как это часто бывает, их проблему решил случай. В это время в Сан-Франциско проходила конференция по промышленному дизайну. Все номера в отелях были заняты, и друзья решили сдать чердак в своем доме. Создали сайт Airbed & Breakfast – надувной матрас и завтрак. И почти сразу нашли людей, готовых заселиться. Так, за выходные Брайан и Джо заработали тысячу долларов, необходимую для оплаты жилья на весь следующий месяц. Кто бы мог подумать, но это стало рождением многомиллиардной компании – единорога частного арендного бизнеса. Мы построили мистер-класс, и «Арbed & Breakfast» была создана. Три lucky guests got to stay on a $20 airbed on the hardwood floor, но они любили это. И так мы. Я сверну, что с ним и свист-чезе омлетки мы сделали, но они были совершенно неизвестны, потому что мы сделали для нас. Сегодня Airbnb — это 7 миллионов частных домовладений, квартир, комнат и даже гнезд на деревьях, или шалаше и палаток. Жилищный фонд, размещенный на сервисе в 5 раз больше фонда 5 самых крупных гостиничных сетей мира. Компания предоставляет возможность аренды недвижимости у местных жителей, будь то замок в Марокко или хиппи-трейлер в Лос-Анджелесе. При желании вы можете познакомиться с хозяином, он расскажет историю города или покажет, где купить лучший кофе, приведет вам подушку, набитую гречневой шелухой, или пригласит на итальянскую свадьбу дочери. История отношений арендаторов и арендодателей Airbnb — как сценарий к хорошим фильмам. Великие режиссеры позавидовали бы диалогам и сценам, которые хранят в своей памяти путешественники со всего мира. Один из лозунгов, который максимально точно описывает суть компании — «Don't go there, leave there». Но при чем здесь Барак Обама и хлопья, спросите вы? Это была отправная точка. Вернемся к истории Брайана и Джо. Следующие несколько месяцев Брайан и Джо пытались повторить свой успех. Им был нужен человек, который мог бы сделать сайт, и к ним присоединился Нейтан Блэчарзик. После нескольких попыток запустить сервис, у ребят закончились деньги. Нужно было что-то делать. Парни решили заработать денег на предстоящих президентских выборах в 2008 году. Купили тысячу упаковок кукурузных хлопьев по 4 доллара. Заменили стандартную коробку на дизайнерскую с изображением лидеров демократической и республиканской партии — Барака Обама и Джона Маккейна. И продали по 40 долларов. Так будущие миллиардеры смогли закрыть долги по кредиткам и продолжить развитие Airbnb. В этом же году Брайана, Джо и Нейтана пригласили Y Combinator на первичную презентацию. Но ребята не смогли впечатлить Пола Грэма. В конце выступления они подарили коробку хлопьев с Бараком Обамой и ушли. По пути домой им позвонил Пол Грэм и сказал, «Если вы смогли заставить клиентов платить 40 долларов за коробку с хлопьями стоимостью в 4 доллара, то наверняка вы сможете заставить их спать на надувных матрасах посторонних людей». С тех пор многое изменилось, и из маленького стартапа компания превратилась в целую империю туристического бизнеса. На протяжении своей истории Airbnb покупала быстрорастущие стартапы в других странах, такие как Аколио и Крашпадр, чтобы максимально быстро увеличить количество доступного жилья для аренды и устранить конкурентов. В 2015-м даже купили российский стартап «Лапка», специализирующийся на датчиках для тела. Целью покупки были не сами датчики, а команда стартапа. В 2017-м году был поглощен «Лакшери Ретритс» – платформа аренды люксового жилья, и на его платформе создан «Airbnb Люкс». В том же году Брайан Чески написал в своем твиттере о планах создать свою авиакомпанию. В 2019-м году Airbnb купила Hotel Tonight – сервис, позволяющий с большой скидкой бронировать номер в отеле за несколько часов или минут до заселения. В 2020-м году Airbnb начала сотрудничество с бывшим главным дизайнером Apple – Джонни Айвом. Мы приняли решение заключить долгосрочное сотрудничество, чтобы создать следующее поколение сервисов и продуктов Airbnb. Airbnb провела 19 раундов и суммарно привлекла 6,4 миллиарда долларов. В апреле 2020 года компания привлекла 2 миллиарда на преодоление кризиса в туристической индустрии. Сейчас Airbnb готовится к проведению IPO с оценкой выше 30 миллиардов долларов. Количество пользователей в 2019-м году достигло 150 миллионов человек. Компания работает в 200 странах и 81 тысячи городов. И до коронавируса была третьим по капитализации единорогом в мире. В 2019-м году выручка компании составила 4,7 миллиарда долларов. Согласно оценке Yahoo, Airbnb занимает 22% рынка среди сопоставимых конкурентов и показывает динамику роста выручки больше 30%. Компания зарабатывает на комиссии с каждого бронирования. 3% с арендодателя и от 0 до 20% с арендатора. Низкая комиссия для владельцев недвижимости позволяет постоянно увеличивать предложения, что в свою очередь увеличивает спрос. Безусловно, коронавирус сильно повлиял на всю туристическую отрасль, в том числе и на Airbnb. Однако компания смогла адаптироваться и запустила новые услуги – долгосрочную аренду, впечатление и онлайн-впечатление. Последние пользовались огромным спросом в период локдауна. Нельзя сказать точно, когда закончится период ограничений. Однако, можно быть уверенным, что Airbnb – одна из лучших компаний в этом секторе и покажет отличные результаты в период восстановления. Брайан и Джо, создавшие однажды сервис на одностраничном сайте, возможно, сами того не подозревая, запустили не просто цепочку доступной аренды по всему миру. Ребята запустили массовый процесс открытого общения между целыми народами. Доброты, качественного оказания услуг, основанного не на принципах и правилах корпоративных отелей, а на остром человеческом желании – общаться, делиться информацией, быть гостеприимными, рассказывать о своей стране или городе. Совсем скоро Airbnb станет публичной компанией. И если вы хотите поучаствовать в IPO или инвестировать уже после размещения, поторопитесь. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр этого видео. И в этот раз я хочу пригласить вас в комментарии для того, чтобы обсудить, о ком мы еще не рассказали, о ком вам больше всего хочется узнать в следующих видео. Дизраптор.